Всем привет! Это Маша Угрюмова с репортажем о том, как мы живем в Северной Калифорнии. Это вид Сан-Франциско из нашего дома. Здесь мы живем много лет. Это знаменитый мост Золотые Ворота, который соединяет залив Сан-Франциско с Тихим океаном и материк с полуостровом, на котором находится Сан-Франциско. Это самый длинный мост в Соединенных Штатах до недавнего времени. Который соединяет наш город, в котором мы живем. Окленд. Это наш город. Сан-Франциско, который находится на полуострове здесь. Это Окленд, а это наш сад. Это наш сад, а это наш дом. Он двухэтажный в одной части дома, и одноэтажный в другой. Мы здесь живем давно, уже больше восьми лет. Нам здесь очень нравится. У нас очень хороший район, с замечательными школами и красивой природой. К нам приходят каждый день разные животные, поскольку у нас уже нет открытого пространства. И к нам приходят семьи оленей несколько раз в неделю. И еноты съедают все, что мы оставляем и забываем за собой убрать. Это наш дом как бы с высоты птичьего полета, только полета нет. Это дек, балкон, который мы пристроили к дому полтора года назад, и на котором мы проводим значительную часть времени. Летом в жаркие ночи мы на нем спим, а все остальное время года на нем играют дети, мы на нем отдыхаем. Там находится джакузи. Это наша спальня, выход на балкон. Это спальня нашей старшей дочки Ани. В другой части дома, на том же этаже, находится спальня нашей младшей дочки Маргариты и мой офис, в котором я работаю. В этой части дома находится кухня. Это окно кухни. И здесь, в стороне, находятся наши столовые. И впереди, с видом на Сан-Франциско, это гостиная. В этой части дома, в нижнем этаже, находится игровая комната или библиотека, гараж, комната для стирки. Такие подсобные помещения. Еще раз с этой стороны. Наш вид на Сан-Франциско. Все на месте. Все знаменитое здание здесь. Это наш дом. В прошлом году, осенью, мы сделали солнечные батареи. Это вот то, на что я сейчас показываю. И у нас теперь все электричество во всем доме солнечное. Мы больше не покупаем электричество от электрической сети. И не убиваем природу. У нас все экологически чисто теперь. Это наш сосед. С которым мы очень дружим. Мы очень дружим с нашими соседями. И у нас с ними очень довольно близкие отношения. Мы ходим друг к другу в гости. Дети ходят, играют здесь и там. Мы помогаем друг другу, когда нужно. Когда мы уезжаем в отпуск, они ухаживают за нашими животными. Это наш дом с другой стороны. Это выход из нашего дома на задний двор. Качели. И мощеная поверхность. Это моя собака. Лава, сет. Стей. Это моя собака. Это наша гостиная. У нас никогда нету порядка в доме, поэтому вы уж не обижайтесь. Но у нас растут двое детей, и мы очень заняты. Поэтому у нас все всегда довольно-таки вверх дном. Это пианино, на котором мои дети играют. И в скрипке там они у нас чем только не занимаются. И очень любят музыку. Это столовая с самоваром на столе. С нашей птичкой. Сейчас я вас познакомлю. Это наша птичка. Я не знаю, как такой попугай называется по-русски. По-английски это называется какотел. Эй, люби. Кам. Это небольшое количество моих русских сувениров. Палевские. Шкатулочки и прочие сувениры. Из моей поездки в Россию. И, конечно, определенное количество гжели. Это вход в наш дом. Здесь коридор, ведущий в кухню. Здесь лестница, ведущая наверх. И это наша гостиная, которую я уже частично показываю с этой стороны. Это, извините за лампочку без абажора. Это наш камин, которым мы пользуемся очень много. Особенно земной. О, от него очень тепло в доме. И мы любим ужинать у камина. Это мой любимый вид, который я уже пять раз показывала. Извините за повторение. Лестница вниз, ведет в нашу игровую комнату, в библиотеку, где находится много кино, выход на улицу, на задний двор, много-много книжек. Всяких разных. Включая очень много русских книжек, которые привезла моя мама. И очень много английских книжек, которые мои дети таки читают. Они очень любят читать. Это красивые матрешки, которых я привезла из славного города Ярославля, когда мы ездили в Россию. Здесь находится телевизор. Мы своим детям не даем практически смотреть телевизор, поскольку это считается вредным для детей. Многие дети, в большинстве семей, здесь растут без телевизора. Они читают книжки, играют в игры и стараются быть как можно меньше с компьютерами и как можно меньше с телевизором. Это наша черепаха. У нас уже было раньше две, но одну съел енот. Это наша кухня. Она довольно большая. Это у нас кладовка. Здесь окно на улицу, на наш задний двор. Это раковина и множество ящичков и дверей. Это тот беспорядок, про который я говорила. Мы недавно переделали кухню. Где-то год-полтора назад сделали мраморные поверхности на всех столах. Так что ими очень удобно пользоваться. На них можно ставить горячие, на них можно резать. С ним и ничего не случается. Все сделано из гранита. И сделано настоящий каменный пол из турецкого камня. Который тоже красивый. За ним легко ухаживать. И он навсегда. Сейчас было вид сверху. Это наш балкон. Очень много свободного. Чистый воздух. Замечательная природа. КОНЕЦ КОНЕЦ